Верую во единого Бога и во единого Господа Иисуса Христа, распятого за нас при Понтии и Пилате, воскресшего в третий день, и в Духа Святого, Господа Животворящего, и во единую Святую Вселенскую и Апостольскую Церковь, ожидая воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь. Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Верую». У нас в гостях сегодня священнослужитель Павел Жуков. Здравствуйте, Павел! Мир вам! И тема сегодняшняя будет, может быть, отчасти необычной. Сегодня тема посвящена моде. И моде, ну, не просто так, а в жизни христианина, верующего человека. Ну, собственно, не секрет, что в нашем мире мода – это зачастую вообще определяющее явление. То есть человек должен модно одеваться, человек должен иметь какие-то модные аксессуары, человек должен владеть модным автомобилем, ну, на определенном уровне. Или, скажем даже так, может быть не столько самым модным, но чем-то, что будет соответствовать, что будет соответствовать и подчеркивать его определенный статус. Да. Ну, о моде говоря, мы должны усматривать не сами модные тенденции или отношения. Разумеется. Есть что-то более важное, стоящее за модой. Мода всего лишь инструмент. Есть такое явление, как статус. Статус-кво. Это определение, что статус-кво – это совокупность стабильных значений параметров субъекта. Или позиция в любой иерархии. Наш мир построен так, что в нем каждый пытается занять свою позицию. И причем эта позиция желательно, чтобы была повыше. Ну, или карьерный рост хотя бы тот же был. Ну, не всегда. Есть люди, которые очень тяготятся, ну, когда попадают на более высокую ступень. Скорее всего, это исключение, потому что в мире безбожном или в мире, где нет главенства христианских ценностей, библейских ценностей, выживает сильнейший. То есть большая часть представлений людей – это эволюционистские представления. И сама концепция эволюции построена на том, что выживает тот, кто сильнее, ловчее, изворотливее. Мне кажется, выживает скорее. Выживает тот, кто занял свою нишу, свое место. То есть, да, есть люди, которые вот очень ярко выраженные лидеры, и для них в любой ситуации важно доминировать. Но все-таки есть люди, которым комфортнее быть не на первых ролях. Определенно. Даже если какое-то правило мы будем выводить, всегда есть исключения, которые лишь будут утверждать это самое правило. Почему на эту тему важно говорить? Мы не придумываем сейчас эту насущную проблему, мы видим ее даже на страницах Священного Писания в книге, в письме к Коринфянам. Апостол Павел обозначает проблему, которая была у христиан этого города. То есть, казалось бы, это уже не язычники. Это люди, пришедшие в завет со Христом. Но из-за того, что они живут в том городе, где есть такая борьба за статус. Город Коринф основывался как город для вольноотпущенников, то есть тех, кто были ранее рабами, теперь они свободны, или бывших военных, или еще кого-то. И эти люди переживают за свой статус. У них не хватает образованности, у них не хватает вот этого социального положения в рамках Римской империи. У них единственное, что есть, это деньги. Потому что Коринф находится на выгодном месте, перешеек на полуострове. И, соответственно, деньги не вопрос. А вот все остальное, как бы это приобрести? Ладно бы этим занимались язычники, но христиане, живя в этой среде, видя, какие тенденции есть, какая мода, какие ценности у общества, начинают себя вести так же. Они приходят в церковь, но запрос на статус остается. И если в церкви есть какие-то, извините, модные тенденции, человек хочет за них ухватиться. И таким, как это ни парадоксально, явились даже проповедники. Вот пришел новый проповедник в Коринфскую церковь. О, свежая идея, свежий взгляд, своя особая характеристика, я за ним. И Павел, когда спустя время наблюдает, он говорит, друзья, как-то странно у вас. Один кричит, что он Павлов, другой кричит, что он Аполлосов. Аполлос – это такой оратор, очень сведущий в слове, замечательный красноречивый человек. Кто-то говорит, а я Кифин, ну или Петров, и даже не фамилия. Почему? А это же апостол самого Господа, это вот Христа видел. А кто-то говорит вообще оригинал, а я Христов. То есть я напрямую прям с небесами общаюсь, а вы тут никто. Павел говорит, а это нормально, чтобы вы в церкви пытались декларировать ценности окружающего вас мира. Вы же уже отказались от языческой идеологии, от философии, от всего. Отказались якобы. Ну а как вообще понять, от чего отказались, от чего не отказались? Отказываться-то приходится вообще от всего, от всей жизни. Посмотрите, в чем проблема. Мы же в религиозной сфере и вот в отношениях с Богом в большей степени себя показываем в определенные дни. Ну, определенный день, освященный Богом, допустим, поклонение в день субботний. Вот это действительно день Божий. А шесть дней мы делаем всякие дела свои. Мы вращаемся в своей среде, мы трудимся, мы социализируемся. И это влияет. Конечно. Если мы не можем дистанцироваться от этого влияния, не можем обозначить, как на нас этот мир влияет, потому что Иисус сказал, не любите мира, не того, что в мире. А в мире есть мода. И вот мы от этого не дистанцировались, то с этой модой мы приходим и в религиозное сообщество или пред Господом и начинаем творить то же самое, но уже сакрализировав это. Ну, насколько я понимаю, для того, чтобы от чего-то дистанцироваться, нужно вообще об этом размышлять. То есть вообще, чтобы понять, что мода на меня влияет, мне кажется, ну, на эту тему стоит вообще поразмышлять. Почему и что я делаю? То есть человек, придя в церковь, ну, он же не, ну, не знаю, он же не змея. Скидывать шкуру? Да, скидывать шкуру. То есть всю жизнь свою раз и поменять. Ну, я могу, может быть, о своем опте сказать, что я пришел в церковь, и я остался тем, кем я был. Абсолютно таким же? Нет, я не могу сказать, абсолютно ли я такой же, но я могу сказать, что я тот, кто и пришел. Я та же личность. Давайте определять, что именно осталось прежним, а что поменялось. Темперамент остался тем же? Да. Прошлое можно было поменять? Нет, конечно. Нет, прошлое не поменялось. Значит, осталось то же самое. Воспитание. Это спорный вопрос, но воспитание – это то, что мгновенно не меняется. Ну, скорее всего, не меняется вообще, потому что вы уже воспитались до определенного возраста, вас сформировали. Воспитание – это начальный период жизни. А дальше происходит проявление этого воспитания. То есть человек темпераментный. Понятно, что его темперамент остается неизменным. Но если он уверовал, то он, понимая новый статус, не позволит некоторым характеристикам своего характера, вот, чертам своим, проявляться. Ну, допустим, были два человека – Иоанн и Иаков. Это два сына Зеведея. Они стали учениками Иисуса Христа. И если бы они продолжали быть такими, как их воспитали, а именно сыновьями грома, то речи о них, как об апостолах, и не было бы. Они бы, скорее всего, оказались в числе тех 70, которые ушли от Иисуса. Помните? Не все ученики оставались учениками Христа. У него их было много. Осталось 12. Знаете, но, тем не менее, воспитание их тоже проявлялось. То есть мы знаем, что когда, ну, там, в деревне Христа не приняли, в одной из деревень, они вообще к нему пришли и сказали, что, слушай, может, нам тут огонь вызвать на эту деревню. Относительно этой ситуации, которую все и вспоминают, как о сыновьях грома, можно сказать, они находились в процессе. Да. Они еще не произошли, не произошла вот эта трансформация, когда они принимают Христа и его учения, вот как судьбоносное, важное, фундаментальное для себя. Это произошло позднее, уже после смерти Иисуса Христа, его воскресения и получения ими особой миссии для благовестия. И они выполнили такие эту миссию. Произошло изменение. Но смотрите, вот это стремление реализоваться, вот в Ааннергес, плюс они еще хотели карьеру сделать, Бог им дал. Но другим путем Иаков был первый мученик, которого убили мечом, Иоанн последний. Да, умер своей смертью, но сколько он испытал, как все мученики уже. То есть, Бог их темперамент оставляет, но проявляет уже по облагороженному сценарию. Что происходит с коринфянами? Тут момент-то в следующем. Это же не происходит быстро или там мгновенно. И с ними не быстро произошло. Во-первых, три с половиной года они учились вместе с Иисусом. Потом еще какое-то время они в первоапостольской церкви. Я понимаю. Просто в ситуации с коринфянами мне представляется тоже похожая картина. Что они пришли, и они далеко не все понимают, что теперь. Ну, что правильно, что неправильно. Действительно так. Именно поэтому апостол Павел пишет наставление. Мы читаем это как Библию. Универсальное наставление для всех христиан. И поэтому он пишет так. Я писал вам в послании не сообщаться с блудниками. И дальше описывает и не только с блудниками, но и с лихаимцами, хищниками, идолослужителями и так далее. Не сообщайтесь. И не пытайтесь строить отношения, даже если это выгодно. Потому что если вы будете сообщаться и будете воспринимать, потому что это авторитетно, выгодно, приятно, полезно, вы развратитесь. И дальше Павел говорит, вы возгордились, вот вы тут делились статусами, и пытались следовать по моде. Действуя по моде, что вы себе позволили? Было так, что у вас один человек ходит к женщине, ну, допустим... Которая вообще является его мачехой. Да. Два человека ходят к одной женщине, отец и сын. И Павел говорит, послушайте, такое даже у язычников как-то со скепсисом воспринимается. Вы что себе позволяете? Понимаете, христиане даже опускаются на более низкий уровень, пытаясь следовать моде. Они судятся у мирских, пишет апостол Павел. Они в церкви устраивают распри. Они ходят в собрания, где позволяется храмовая проституция. Ну, потому что это культурно, это так все... Ну, как бы не надо брать близко к сердцу. Это странно, страшно, находясь в завете, не пытаться меняться. Были модные веяния. Ну, раз это модно, я буду продолжать. Сегодня, друзья, это прям проблема, когда особенно смотришь на молодежь. Я слушаю, потому что это модно. Я одеваюсь так, потому что это модно. Новое веяние пришло, я это повторю. Ремонт надо сделать. Почему? Не потому что насущная проблема, а потому что сейчас модно вот так. В отпуск я поеду куда, а сегодня модно вот так. И человек становится заложником вот этих проявлений вот этого статуса. Мода – это вот инструмент по достижению статуса. И она меняется. Кто ее диктует? Сегодня странно на это смотреть. Представители ЛБГТ-сообщества на Западе диктуют моду для всех. Это, ну, несколько даже смешно. На самом деле, христианам, как людям, которые исповедуют такой принцип, мы род избранный царственное священство, в вопросах моды, это уже практичный совет, следует равняться на представителей королевских семей, которые сегодня есть в Европе. Это действительно высокая мода, красивая, эстетичная, понятная и оправданная. Она даже выдерживает критику священным писаниям. В отличие от той моды, которая предлагается для плебса, для вот основного населения. Вам, наверное, тоже приходилось наблюдать, когда молодежь становится заложником моды, не думая о том, в какой стране они находятся. Когда мороз минус 20, а приходится подворачивать штанишки, одевать летние ботиночки и снимать головной убор, чтобы прическа не помялась. И в итоге получается физический урон. Ну, в данном случае, пожалуй, приходится бороться с собой, чтобы просто сразу не предпринять какого-то действия, которое бы человеку, ну, может быть, как-то... Вправить мозги? Да. Но здесь уже нужно понимание, объяснение не на уровне «мне так не нравится» или «мое поколение это не принимает», а целесообразность. Разумеется, но останавливаешься только тем, что все эти соображения приняты не будут. То есть, когда человек что-то делает по причине того, что так принято в его сообществе, так модно, так статусно, так клево, то тут никакие соображения логические уже не работают обычно. Скорее всего, в данном вопросе будет играть роль не логика и аргументация, а отношения. Апостол Павел на эту тему говорит «Родители, не раздражайте детей своих». Вот это, к сожалению, самое часто забываемое наставление из Нового Завета. Не раздражайте детей. Если мы строим отношения, то когда я буду советовать своему ребенку в вопросах моды или поведения, он меня воспримет как друга. Если он увидит, что папа, мама руководствуется более высокими стандартами, правильно, грамотно, благородно распоряжаются своими финансами, ведут красивый образ жизни, достойный, и видят результаты. То есть не просто поведение для формы. Ну, как бы изобразили что-то и все. А видят цепочку событий и результат от этого. Тогда ребенок послушается. Тогда ребенок действительно примет. И опять же, здесь не запретительные меры в вопросах моды должны быть, а альтернатива. Есть какие-то классические или более красивые представления, которые нужно давать для выбора. Опять же, все упирается в отношения. Если не будет отношений, то на аргументации мы, к сожалению, далеко не дойдем, потому что просто, во-первых, разные поколения. Плюс время меняется. Я сам понимаю, мне 40 лет исполнилось, я чувствую себя уже по некоторым вопросам динозавром. Если еще и дети поздние, то разница не в одно поколение, а в полтора. И действительно, нам, более старшему поколению, современная мода прямо не воспринимается. Важно в данном случае аргументы использовать не вкусовые, не вкусовщина должна править, а целесообразность, оправданность, защита здоровья, целомудрие. Вот такие вещи, которые не имеют срока давности. Если мы библейские ценности популяризируем и понимаем, что в Господе имеем особый статус, то нам не нужен будет этот земной статус. Мы не будем попадать в этот плен моды, тратить свои силы, энергии, здоровье, финансы на то, чтобы соответствовать этим статусам в мире, который идет к своему концу. Зачем? Ну, вообще, какие-то вещи, какие-то тенденции модные, они иногда, ну, может быть, в редких случаях, но иногда бывают и положительными. Опять же, рассудительность может очень сильно выручать. Пусть Господь дает это благоразумие. Спасибо большое. Спасибо вам, Павел. Дорогие друзья, мы рады, что вы были с нами на протяжении этой программы и ждем новых встреч. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok